Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Здравствуйте, братья и сестры. Слава нашему Создателю, слава нашему Искупителю в Духе Святом. Аминь. В рубрике «Ди и смотри» мы сегодня предложим вам фильм Юлии Бочаровой, фильм документальный под названием «Ласточки Христовы». Вышел он, так сказать, еще в прокат нет, но вышел он в 2021 году, а как раз начинает свой выход на большие экраны в неделю православия. То есть вот мы на пороге выхода его на широкий экран. Он очень своевременный. История такова. Есть такая небольшая, но очень гордая и красивая страна Черногория. Церногорцы – это дважды сербы, как-то можно так иногда говорят. Они высокие, здоровые. Почему не хороший баскетбол, кстати? Они сильные, они бесстрашные. Это был авангард сербского восстания на Балканах против турецкого господства. Это православные люди, там великие святые. Василий Острожский, Петр Цитинский и многие другие. Эту страну отрывали от Сербии очень долго при помощи демократических манипуляций. Современная демократия, она в американской подаче – это великая ложь. Это сатанинская ложь, когда народ весь хочет одного, а при помощи манипуляций ставится тонкая прослойка других купленных и проданных, которые делают свое по команде извне, а весь народ находится под этой тонкой пленкой продажной номенклатуры. И вот тебе демократия. И брехливые журналисты забивают людям баки, значит, мозги и уши лживой пропаганды тенденциозной. Вот это такая же демократия такая по-американски. И так было в Черногории, Черногорию хотели оторвать от Сербии, и была такая, значит, лозунг такой, как у нас «Украина не Россия», кучмовская книжонка. Так у них была Черногория не Сербия, значит, а Черногория Сербия. И вот в конце, календарном конце 2019 года, 27 декабря, вот эта компрадорская верхушка черногорская издала закон об изъятии церковной ценности у Сербской Православной Церкви в Черногории. И сотни тысяч человек, как по команде, по велению сердца, вышли на улицы с флагами Сербии и с иконами Господа Иисуса Христа на крестные ходы, одновременно параллельно, то есть митинги и демонстрации против вот этого, значит, насилия над Сербской Православной Церковью, поскольку они органично едины. Во главе этого явления был ныне усопший, отошедший духом к Господу митрополит Амфилохий Радович. Он возглавил эти сотни тысяч людей, и на основании его биографии, его рассказе о себе самом, о своей судьбе, о своем видении истории построен фильм Юлии Бочаровой. Рекомендуется к просмотру широчайшей аудитории. За свою жизнь в блаженной памяти владыка Амфилохий обновил и построил 700 храмов Божиих. Вдумайтесь в эту цифру. Фильм этот, по сути, посвящен бессмертной силе православной веры и о том, с кем у нас война. Слава Богу, вскрылось многое. Как консервная банка вскрыта консервным ножом, так война резкими движениями вскрывает и обнажает всю гниль. Война ничего не творит, но война все проявляет. Ничего война не творит. Она просто обнажает героев и предателей. И вот митрополит Амфилохий, царство ему небесное, а если он имеет дерзновение перед Богом, если Господь принимает его молитвенные глазы у престола своего, то он наверняка молится о нас. И вот он говорит в этом фильме о том, что война у НАТО давно против нас. Югославия была сербской, Югославия была единой. Милошевич перед смертью еще говорил, что следующие русские. НАТО никогда не скрывала так серьезно своих планов. Мы у нее враги, а мы враги у нее только потому, что мы храним у себя сокровища православной веры. И с той стороны инициируется процесс Вильзевулом, и американцы послушные его исполнители, политический слой руководства. Это то самое болото, которое не победил Трамп. А мы, понимаем того или не понимаем, лучше бы понимать, за нашей спиной Господь Иисус Христос и все святые с ним. Вот это и есть причина войны. Против этого излобится вся осатаневшая вселенная, та часть осатаневшей вселенной, которая воюет на стороне Вильзевула. Об этом говорит митрополит Амфилохий. О необходимости единства между православными русскими, украинцами и белорусами. О судьбе Сербии трагической, которая пала первой жертвой всемирных манипуляций и демонизации сербского народа. Об оккупации Косово, о проблемах в Черногории. Об этом всем фильм Юлии Бочаровой. Я рекомендую вам запомнить название «Ласточки Христовы». Выход в прокат. В этом году завершен фильм. В прошлом, в 2021 году, фильм о митрополите Амфилохии и его глазами, взгляд на мировую историю и на сегодняшний день. Это то, что сегодня можно смело посоветовать в рубрике «Иди и смотри». «С нами Бог, разумеете языцы и покоряйтеся. Яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, не же смутимся. Яко с нами Бог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин